Welcome, 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 дорогие друзья! Продолжаем смотреть чемпионат мира по Лиге Легенд 2023 года. Четверть финал. Записи выкладываю на это. Теперь основной канал на YouTube. Поэтому поддержите это, как говорится, лайками и подписками. Что у нас здесь происходит? Матч на вылет. Три поражения, и ты вылетаешь. И вылетаешь не в Лузер Брекет, как это происходит в Доте, в КСе и в любой другой киберспортивной дисциплине. Это было и в Варкрафте. Хотя вру. В Варкрафте во время ВЦГа такого не было. Там тоже была олимпийская система. Проиграл, вылетел. И здесь это происходит у нас регулярно. Все года. Команды жалуются. Причем я серьезно говорю, что не одна это какая-то команда жалуется. Там типа G2 написали пост, что ай-яй-яй, мы проиграли. Как все плохо, что нет Лузер Брекета. Нет. Это жалуются все команды. Их всех не устраивает, что нет Лузер Брекета. Во всех чемпионатах уже ввели нижнюю сетку проигравших. Потому что иногда бывает такое, что чемпионом мира станет, например, команда Били-Били Гейминг. И Джин-Жи, возможно, является второй сильнейшей командой на этом чемпионате мира. Но мы это с вами не узнаем. Потому что если они сегодня проиграют, они больше не играют на этом чемпионате мира. А дальше Биллики там завтра, допустим, победят Вейба 3-0. И в финале победят кого-то еще тоже 3-0. Прикольный чемпионат мира получился у нас с вами. Ну, райты сами в этом виноваты. Они почему-то не хотят пойти навстречу организации зрительской. А идут навстречу своей собственной организации. Где у них там все по датам расписано. У них как в футболе. Раз в неделю. Один раунд играется. По выходным нельзя играть. Потому что мы не можем, якобы мы не можем продать билеты на стадионы. Хотя я не знаю, что мешает людям продавать билеты на стадионы. Во вторник. Че, людей меньше пойдет в киберспорт смотреть во вторник? Ну, вечером точно так же. В 7 вечера. Огромное количество мероприятий в 7 вечера во вторник проводится. Но райты считают, что так нельзя. Ладно. Это просто мысли вслух. А что у нас по драфту-то получилось? Джарванов забирает на ФП Билли-Билли Гейминг. И получает в лицо как раз-таки Рамбла Свай. Это вот одна из таких связок, которая может побороться с Джарваном. Ника с Ксантой появляется на этой стороне. И дальше Аша с Тамкинчем. Хотя могли Ашу и Сеной сыграть Биллике. Но решили, что им не хватит урона, если они пойдут через Сену здесь играть. Хотя урона у них было достаточно. В ответ же Джен-Джи идут на очень большой риск. Они играют матч через среднюю и начальную стадию игры. Лейта у них нет вообще. То есть они просто себя уничтожили в лейт-гейме. Они вот всем вот этим составом в лейте не убьют Ксанты. Когда игра зайдет за 30-ю минуту, они все впятером навалятся на Ксанты. И Ксанты их победит. Ладно, он их не победит, но вы поняли, что я имею в виду. У них очень большие проблемы к лейт-гейму. Но так вроде все у них чувствуется. Чувствуется, что поиграть еще могут. А раз могут поиграть, давайте смотреть. Камбэк лит ли, пинат, сделаются ли счет 2-2. Конечно, как холодной водой окатила сегодня нас команда... Нас команда Джинджи своими ужасными двумя первыми играми. Именно ужасные игры были. Такое впечатление, что они играли в поддавки с командой Били-Били Гейминг. А те не играли в поддавки. Те просто такие, ладно, заберу этого. Че, еще килл даете? Ладно, это тоже заберу. Вы еще и это отдаете, но это я тоже заберу. Вот так примерно играл Били-Били Гейминг, а Джинджи максимально хотели отдать все, что было. Может набирать себе практику игры с отставания, да? Помните эту тему с командой Джинджи, по-моему, 2019 года? Это была команда Джинджи. Ой, не Джинджи, прошу прощения, Джи-2. Или нет, это были не Джи-2. Это Т1 были, это Т1 были 2019, по-моему, года. Тогда они еще и СКТ назывались. Они... Весь чемпионат побеждали все команды со счетом, там, типа, 20 на 3, 21 на 4. По 23 минуты каждый матч в чемпионате Кореи. А потом съездили на MSI. На MSI заняли, по-моему, третье место. Тогда как раз CLG стали чемпионами, да? Нет, Джи-2 с CLG играли в финал. Все я вспомню. Джи-2 играли в финал с CLG в том году на MSI турнире. 2018 это вроде год был. И, приехав на чемпионат уже свой корейский, Т1 начали играть все матчи через лейтгейм. Причем очень плохо, но выигрывать. С горем пополам, там, где-то на 45-й минуте. Все начали задаваться вопросом, что с вами случилось? Типа, MSI так повлияло? На психология порвалась? На это тренер конкретно команды Т1 ответил, что... Нет, мы просто начали экспериментировать и хотим потренировать игру из отставания. Потому что, ну, у нас нет практики этой. Мы в скримах всех громим, ну и нам достаточно практики в скримах разгрома. А вот здесь вот хочется от игру из отставания поиграть. Такое вот было у нас тема. По-моему, это Т1 делали, да? По-моему, это Т1. Ну, поправки, как говорится, принимаются. Тут надо уже вспоминать, какая конкретно команда это говорила. Но именно год я примерно правильно угадал. Там, 2018-2019. Ну, кстати, практика не помогла. Но в чемпионате мира плохо было все равно сыграно. 0-0. Старт. Большая доминация будет командой Джинджи на лейнингфазе. Пока они пассивничают на боте. Не лезут на рожон. Потому что Пенат стартанул с красного леса. А у него Джарван пришел обкрадывать все. Вайта все видит, конечно же. Вайта, которая стартовала с красного бафа в одиночку, сейчас забирает рапторов. И будет ли она идти на синий лес Джарвана. Это мы узнаем, как говорится, совсем скоро. Ну, Джарван полностью обокрал у него весь лес и вышел оттуда. Вообще, не при делах Зюм такой. Ну, что-то никто мне не помешал. Окей. А здесь All-in. Пейз ловит на первом уровне. Второй уровень взял он и Ельк быстрее. И Пейз потерял все здоровье. Они не знают, куда делся Джарван. Они не видели, как он по ворду пробегал. А, вот сейчас он его видит. Вот сейчас он по ворду Акали поставил вард. И он по ворду пробежался. Все, теперь они могут оставаться на подвышке. Но вот что происходит. Обратите внимание, Джарван сразу же бежит к ним. И Пейз все еще первый уровень. Их к крипам не подпускает. Зюм уже здесь. Они второй уровень сейчас этого крипа получат. Но его надо еще, чтобы он умер от вышки или от чего-то. Да, получает второй уровень. Но это будет 3-3-3 на 2-2-2. Товердайв. Зюм высматривает товердайв. Пошел ТП. Не выдержал все же. Рамбл нажимает ТП. И Далайд сделал инициацию. Но промахнулся. А Рамбл отменили. Телепорт. Ой-ой-ой-ой. Врыв идет по Пейзу. Пейза товердайвит. Убивают. Зюм вытанковывает вышку. И теперь уже Аша начинает танковать. И второй товердайв пошел. Подкидывание по Далайту. Он его доджит. Пытается покайтить. Он все еще первую им прописывается там по 2-м игрокам. И уходит. Не будет Далайта дальше добивать. Потому что это невыгодно. Ассист получит Пейз. Зачем это нужно? Просто решают отсюда выйти. Хотя, откровенно говоря, я считаю, что ассист Пейзу. С дополнительным убийством Далайта. Если это забирает Елька. Это выгоднее было. 25 фарма на 9, ребят. Вай. Просто отдала весь свой синий лес. Без боя. Без инвейда в лес оппонента. Она потом заинвейдила лес оппонента. И сейчас у нее 28 фарма на 24, да? Нет. Джарван не пошел дофармливать. Он сейчас через рекол пойдет. Но пока выглядит как катастрофа. Причем Вай была на топе. Но Бину они ничего не сделали. Бин в итоге с реколиса на ТП вернулся. Доран тоже на ТП вернулся. То есть там размин был просто ТП на ТП. А, подождите. Он же не на ТП вернулся. Кого я обманываю? Он же сюда ТП нажимал. Да, это же Рам был. Мякал ТП. Он нажал. Подождите. А где он был? Ага, вот где он был. И Бин это увидел. Дал перекидывание. И сейчас через ТП вернется. А Рамбл как раз остался там. Без телепортации. Да, здесь флэш у Зюна не сработал. Он Пейза пытался поймать на 5 прыжке Камбы Джарвана плюс флэш. Но в этот раз не среагировал вовремя. Ну что делать теперь Калисти? Аша ее просто унижает. И это драфт, которым нельзя проигрывать начало. Потому что вам хочется в средней стадии дальше сноуболить игру, чтобы в лейте побеждать. Потому что лейт они не выиграют. А Джинджи мертвый лейтгейм с этим драфтом. У них тут 3 чемпиона. Просто вообще не чемпиона остается в лейте. Пинат чего стоит, кого ждет. Флэш инициация. Пинат тоже с флэша дает подкидывание. Килл. Интересный плейс. Они знали, что у Оно, у Йо-Йо, у нас на топе. Доран страдает от Бина уже. Флэш, флэш. Подкидывание. Доран погиб. Соло-бола. Ну все-все, там уже смерть. Или? Ну, был шанс увернуться. Ладно, был. Соло-бола на топе. Соло-килл Азаксанте против Рамбла. Рамбл это доминатор на этой линии. И вот что с доминатором происходит, ребят. Ну, здесь я могу только пожалеть Дорана. Потому что он был все еще без бэка. Из-за того, что ему ТП сбили. Он не мог сейчас сделать бэк вовремя. Вай забирает дракона для себя. Он делает инициацию. Вай прыгает. Она пятый уровень. Чего ей жутко битый. Пей заловит. Что вы творите? Опять началось. Ну опять. Какой дракон? Ну почему дракон-то вообще? Откуда вы его нашли себе? Ладно, Делайт убегает за счет флэша. Выживает. Размен получился просто килл за дракона. Но у вас нет колеса. Там Аша сейчас зафрезит линию. У него будет 90 фарма на 30. Блин. Там ПС больше не подойдет к репам. Аша сейчас будет шестой. А ПС будет четвертый. Или... Не, Аша пушит. Ладно, повезло. То ли она зафрезить не могла. То ли они решили, что выгоднее будет сейчас запушить линию и среколиться. Ну так как предмет преимущества будет. И Каллиста как раз сейчас вовремя примет фарм. Куда лезут джин-джи? Ну что? Вот зачем? Какие прыжки? Почему Делайт какие-то сражения начинает? Почему ПС начинает агрессивно прыгать в оппонентов? Сразу наверх уходить. У вас Акали говорит. Пацаны, я как бы не боец сейчас. Я что-то тут это от Ники наполучала в две щечки. И без здоровья осталась. Хотя я на шестом уровне должна ее убивать. Човик говорит. Но вот так вот получилось. Но на самом деле хорошо по фарму идет. 69 фарма. Она уже 71 на 51. Посмотрите на сколько Ника отстает. Но Ника очень аккуратно играла. Только видимо заклинание на Човик тратила. Чтобы он не мог сделать ОЛН на шестом уровне. Потому что на шестом Кэшакале должна убивать Нику. В этом суть. И у них Ва еще есть. Которая может нажимать в Нику ульту. Ники Жоньки нет. Флэша тоже нет. Она потратила. Так, Пенат. Если ты сейчас не придешь на медлейн. И не нажмешь просто QR. Это просто репорт, ребят. Но он идет через синий баф. Посмотрим, куда он дальше направится. На топе, конечно, катастрофа. Там оба игрока просто ботинки купили. Но если Рамбл покупает ботинки Ninja Tapki. Он лишает своей команды огромного количества урона. В средней стадии игры. Да, вот. Зион стартует Геральтку. И Ва идет на мид. Но она идет по вардам. Неужели ей не сказали, что там вард стоит? Посмотрите. Как Човик мог не увидеть, что сюда вард поставили? Это же Ягао ставил вард прям перед носом у него. Пенат думает, что здесь... И Човик тоже думает, что здесь нет варда. Они не видели этот вард. Что за бред? Ладно, сейчас они уже осознали, что их заметили. Пошли отменять Геральтку. 3 на 3. Но там Кенч уже пришел. Или это не Том Кенч. Это ложный Том Кенч. Лже Том Кенч. Вот уже настоящий нам показывает он снизу. Отдают билишники этот объект. Хотят поймать Рамбл. Но Рамбл их просветил. Ну, Билли Билли Геймика осознает, что они слабее. Они не могут сражаться 3 на 3. Они слабее здесь. Тамакали просто всех троих убьет. Она очень сильно на этом пауэр спайке. Ульта Рамбла просто для рекола. Ну ладно. А у нас здесь All-In. Подкидывает идет от Делайта с Пейзом. Цепляются за Шу. И Елька проглатывает там Кенч. Пытается отпрыгнуть на комбе. Отпрыгивает. Пинат будет ли давать ульту? Пинат? Пинат? Он боялся, что там флэш у оппонентов. И чего? Ну, у них флэш. У тебя тоже флэш. Я не понял этого прикола сейчас. У Пината есть либо флэш Р. Либо Кью флэш. Либо даже попытаться просто Р-кой достать. Он вроде до Тамкенча доставал. Но он не решился пожертвовать своей жизнью. Ради того, чтобы Калиста получила 2 кила. Почему? Ну да, вы вернули Калиста. Но там скорее Аша ошиблась, что вернула Калиста. Тогда вот тем запушиванием. Помните? Ну, уже очень почему-то захотелось Ельку запушить линию. Хотя там была зафриджена. Она просто очень хорошо. Ну, может, я по миникарте не совсем понял, как крипы стояли. Может быть, там не было фриза. Ну, по логике, там должен был он быть. Странно, Пенатчис отыграл, если честно. Ну, по-другому, если ты не будешь делать флэш-инициацию в оппонентов, то они флэш не будут тратить. Им нет в этом никакого смысла. И тогда ты в дальнейшем тоже не сможешь использовать преимущество своей ульты. А сейчас был хороший момент, потому что они видели Джермана. Может, они не видели? Не, они видели Джермана. Он как раз прогуливался по реке. По вардам. Вот сейчас его не было видно. И он выходит на Чови, дает замедление. Ну, и Чови просто уходит в сторону. Дэд, два Джарвана. Поднимается у нас там дракон. А Чови решает сделать все лин по Ягао. Хороший прокаст, но ему приходится выфлэшиваться сразу в сторону, потому что здесь оказался Бин, который сделал ротацию без потери телепорта. И Билли Билли Гейминг стартует дракона. А Вай в этот момент на реколе. Что вы делаете? Ой, как плохо по макро идет игра у команды Джин Джи. Они вообще какие-то потерянные сегодня. Вот серьезно. Это что такое? Какое ТП? Вы чего? Что это? Куда? Там даже Ельк такой еще с головой покивал вот так вот. Типа, что они сделали только что? Доран запушил топ лейн, сломал пластину и такой, хм, я могу еще крипов убить на топе. У меня же вышек начать фармиться. Либо могу ТП нажать. Нажал ТП. Но в итоге Бин тоже тупо сделал. Сейчас ТП сделал вниз. Прямо по четырех игроков. Протомашад выдает свою ульту. Бин все еще живой. Они уже его убить не могут. Боже мой. С горем пополам убили его. Вы понимаете, что в лейте с ними будет против этого Ксанты? Они уже его не могут убить. Им пришлось сейчас потратить почти 20 секунд на его убийство. Все ульты, которые были, да? Ульта Рамбла, ульта Релла, ульта Калисты, ульта Вай. И еще Смайт Вай, Игнайт. Это все было потрачено, чтобы убить Ксанта. Они его убили, молодцы. Но в лейте-то что они будут делать с ним? И игра, ну, еле-еле вот плюс 700 золота сделала. Никаких душ дракона даже не светит. Но океаническая, кстати, душа. Ура! Я тут радуюсь. Буду радоваться каждый раз, когда будет океаническая выпадать. Буду надеяться, что это будет чаще происходить, чем никогда. Сегодня у нас из трех игр, из четырех игр, два раза океаническая душа была. Все, статистика плохая. Нужно три раза, чтобы из четырех выпадал. А то и четыре из четырех. Но хотя бы так. И есть вероятность, что каждый из команд по два океанических дракона заберет. То есть четыре штуки может суммарно выпасть сейчас. Это хорошо поднимет рейтинг океанической души. Но насколько высоко. Но у них есть еще аут. У них еще. Он ни одного килла не сделал. Это, конечно, не Дрейвен. Но он очень сильный чемпион. И его многие сейчас недооценивают. Потому что Ягао не умер ни разу. И у вас вот этот вот момент. Бзыка. Вы типа не видели, что есть Акали в игре. Знаете, вот такое есть в Сулуку. И такое есть и на профсцене. Тебе там 50 раз могут сказать. У Ноктер на ульта. У Ноктер на ульта. У Ноктер на ульта. Или там Шен 6, Шен 6, Шен 6. Пока он не нажмет это на тебя. И ты это один раз не увидишь в игре. Ты не сможешь перестроиться. Так и здесь. Никто пока недооценивает Акали. А Акали может шотнуть половину команды Били-Били Гейминг. Ну, кроме Ксанты и Джарвана. Там слишком танковые. Но вот эту троицу всех убить может. Поэтому этот момент может оказаться ключевым на, например, сражении через 2 минуты. Или через минуту на Геральтке. Потому что Вай, судя по передвижениям, идет в ту сторону. В сторону Геральтки направляется у нас Пенант. Нет, он все же идет вниз. Он шел вроде через мид. Потом что-то развернулся. И пошел на Ореку Краба ждать. Ты реально будешь сейчас 20 секунд ждать Краба? Просто пинка поставил и возвращается назад. На мидлайн. Да, ну все. Идет на Геральтке. Странный пинк. Но в итоге этот пинк его теперь выбит там. И Краба он не забрал. 3-2. 1200 золота отставания у команды Билликов. Но у них все зашибись, если так задуматься. То есть это тот момент, где если бы тренеры спросили. Вот вы будете отставать. Вот столько-то по золоту к такой-то минуте. Так же будет у вас по драконам. Вы готовы на это пойти? Он сказал бы. Да, готов. Чови попытался сделать елька. В темноте сидит. Его увидели. Начинает бить. У Чови нет больше невидимости. Он там рел делает в рэп. У Чови есть прокаст. Он ждет, пока он проглотит елька. Но тут Делайт быстрее убьют. Блин. Чови рано ворвался в одиночку. Его еще ловят. Ну Чови. Ну что такое? И у ультой не сможешь уйти. Но у него новая невидимость. Вот Джарван. Ох. С флеша. Ну это какая-то катастрофа. Вот я только начал Чови расхваливать. Ой, там Нику ловят. Ну ладно. У него флеш был. Я просто про себя подумал. Можно ли было как-то ее зацепить. Но никак. Вай и так уже ульту потратил. И остальные тоже ничего не могли. А Геральтка так и стоит. Чови вот странный момент. Только я его начал хвалить. Ну как хвалить? Я хвалил потенциал его. А в итоге он потанцевал. Потому что это был как раз момент, где вот он мог сейчас сделать хороший камбэк. Но я думал это будет на Геральтке происходить. Так вот. А что пошло не так-то? Он сделал ол ин, когда Рамбл не создает шум своей ультой. Калисто не создает шум своими автоатаками. Релл единственная, кто ему помогал. То есть он, видимо, не увидел Оно. Там Кейндж для него стал неожиданностью, когда он прыгнул в елька. Но я здесь немножко, наверное... Покритикую Чови. Если ты не понимаешь, что там Кейндж не отойдет ни на один шаг от Аши в этой игре, то ты не заслуживаешь становиться чемпионом мира. Если ты до этого догадаться не можешь. То есть ты реально думал, что тут настолько будет большая ошибка от оппонентов? Там Кейндж здесь взят только для Аши. Этот Там Кейндж будет ходить с ней весь матч просто нон-стопом. Периодически будет отходить, помогать Джарвана расставлять ворды. Но это был не тот момент. Ворды уже все расставлены. И Джарвана неподалеку даже нет нигде. Так, они забрали Геральтку, да, Джинджи? Я правильно понимаю. А? Чего? Почему никто красный не забрал? Стаки хочет сделать Джарван, я понял. У Джарвана стаки на смайт еще не доделанная. Да, он все сделал стаки на смайт. Сейчас начнет снова делать красный баф. И тогда баф красный достанется двум командам. Но из-за этого он темп потерял. И Дракона уже стартанула команда Джинджи. Хотят очень быстро они его забрать. И беляки такие, ну и ладно. Откровенно говоря, ну и хрен с вами. Ну и забирайте. Нас, в общем-то, это устраивает. Мы все равно не особо бойцы еще. Наши бойцы из трех предметов у нас тут. Половина чемпионов, только столько предметов становятся чемпионами. Ну, Джарван с двух. Ника с двух. Аша, по-моему, всегда. У него примерно одинаковые пауэрспайки везде. Там Кенч, ну, это просто чемпион для саппорт. Саппортить кого-то конкретно. Там Акали у нас на топе одна. И на нее выходит многоватое народ. Но Акали ты так легко не убьешь. Невидимость. Ну, они вышку хотят сломать, да. Просто пошли ломать вышку. В Ашу по... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так легко и не убьешь, а он попадает в невидимую Ашу ультой. Вы понимаете, что у Чови был флэш? Ешка. И он не среагировал. Аша ульты, или как я ее иногда в темпе быстро говорю, альта уши. Альта уши прилетела просто и все. И никакой реакции у Чови нет. Бронз плеер как будто. И в итоге уже били-били гейминги впереди по золоту. Они сломали вышку на мидлайне. Сломали две вышки на топе. Сделали убийство. И они уже впереди по золоту. А вы забрали за это океанического дракона. Ну, можете гордиться этим. Ну, Дорн, ладно. Дорн еще вышку сломал на боте. Окей. Альта уши. Опа. Зюна ловит. Первый стан. Второй стан. А урона-то некому не наносить. Какой Игнать? Делать, ну что ты делаешь? Еще и Эпинат его выкидывает на шишки. Ой. Ну, какой Игнать? Ну, о чем ты, братишка? Ну, вы два танка. Вы сделали врыв. Нанесли урончик небольшой. Все. Контроль был. Но нет тому, кто будет наносить финальный урон. Ну, он еще и Синий отдал оппоненту. Он смайт нажал, как бронз. Что происходит? Не, ребят. Ну, я просто вижу. Они плывут. Они просто плывут. Как будто, знаете, в перерыве кто-то так. Опа. Двоечку прописал. В подбородочек. И, понимаете, да? Там сейчас такое состояние Гроги находится у них. Они только вроде вышли на третьей игре из этого состояния Гроги. Уже обрадовались. Заходят в подбородочек. А там опять. Хопа, хопа. И все. Вторая двоечка прошла. И они опять в этом состоянии. Что вообще делать? Где мы? Что им подлили сегодня? В еду. В напитки. Джинджи. Как вам делать камбэк? Здесь непонятно. Хватит бухать! Пенат! Он там уже... Давай еще чуть-чуть. На вебке видели? Да, он там тянется вообще. К соске своей. Алкоголик сраный. Вот оно. Чемпионат мира, когда проводится дома в Корее. То есть корейцы сразу знают, где пабы близкие находятся. Или как они в Корее называются? Пабы это скорее Британия. Блин, что-то у меня это... Ностальжи налетело, ребят. Ностальжи. Когда я с отцом ходил в наш рижский бар. Здесь у меня рядом с домом был рижский бар. Там был универмаг. И при нем был на втором этаже барчик такой. И мой батя периодически после работы туда ходил. Я с ним ходил. Сколько у меня там было? Лет 10-11. И он постоянно себе пиво заказывал. Иногда там стопарик мог даже взять. Тут Вай убили. Но история Виви интереснее, поверьте, чем этот тимфайт. Или... Да, история Виви интереснее. Или... Ягао цыпанул Пэза. И там Акали сейчас будет работать. Проглот за глот идет Атона. Да, и Акали не будет работать. Забейте. Там ТП от Бина еще было. И так как Вай мертва, это нашор баф. И это победа команды китайской. Так вот, батя брал пивка. Иногда стопарик с какими-то местными. Там еще сенегалами пил. Там с какими-то бывшими одноклассниками. А я туда с ним ходил. И он мне покупал всегда горячий бутерброд. Там вот в баре прям готовили горячий бутерброд. И я сидел, жрал горячий бутербродик. Вот. Было вкусно. Но не так вкусно, как вкусная победа сегодня Били-Били Гейминг. Ставочку, которую поймали сейчас огромное количество букмекеров. Просто букмекеры сейчас такие жопу на волосах себе рвут. Понимаете, да, о чем я? Потому что коэффициент сегодня был там чуть ли не 15 в пользу команды Били-Били Гейминг. И сегодня они одерживают победу. 95% людей говорили, что будет сегодня победа Джин-Джи. Порядка 70% людей говорили, что будет счет 3-0. Я относился к тем, кто говорил, что счет будет 3-1. Но только 5% людей, это скорее просто ярые фанатики, я бы даже так сказал, китайской ЛПЛ-лиги, которая говорила, ой, Били-Били там всех победят. Но то, что мы видим сегодня, это вообще что-то непонятное. Очень плохая игра от команды Джин-Джи. Вай ловит на ровном месте. Она не нажимает флэш, не нажимает R. Релл отходит в сторону. Здесь R сейчас делает это. Релл делает врыв. Хотя самое адекватное, что было сделать, ребят, не пытаться делать врыв. Знаете, что было адекватно сейчас? Сломать вышку на мидлейне. А Рамбл должен был их подзонивать немножко. А вы должны были ломать вышку на мидлейне. Да, вы проиграли на Шора. Ничего страшного. Это минус 1000 золота только. Но если вы сломаете вышку на мидлейне, вы заберете это 1000 назад. А потом будете отменять им долгий рекол. Возможно, вы и вторую вышку заберете на мидлейне. А потом на каком-нибудь темпе можно будет еще и вышку на топе сломать. Вот как сейчас. Ягао попадает под врыв. Акали подходит. Акали прыгает. Хороший додж. Соло-бола почти что сделала Акали. Вот пораньше бы эти ганги от Вай. Пораньше бы немножко пинат вспомнил, что можно гангать за Вай вот так вот. Ягао, у которого нет Джонни. Возможно, Акали была бы не 0-2. Но даже сейчас он килл себе забрал. Просто понимаете, они отдали даже на Шоры. И у них отставание всего 2000. А представьте, они могли бы... Ну, окей, Вай умерла. Ничего страшного. Ну, сообразить просто, что не надо. Пойти сломать вышку на мидлейне. О, инициация. Хорошая. Рамбл ульта закрывает. Проглот, проглот. Но там будет работа. Прилетает Акали, Акали говорит. Приветик. Добрый вечер. Чего вы делаете убийство? Переключается она вон. И цепляется за него прыжочек. Добрый вечер. Два. Дайте килл Акали. Килл Акали. Килл Акали. Да хватит забирать себе эти бесполезные киллы. Они не нужны. Вай, у тебя и так уже фулл билд. Прекрати. Дай Акали выиграть тебе игру. Ксанта, кстати, там не сломал вышку. Он что-то запаниковал, побежал в другую сторону. А телепорт у Ягао был. Он его не нажал. Ну потому что не было ульты. О-о-о. Как Санта за счет ульты своей. Утягивает Дорана. Еще борзеет. Сражается против двух-трех. Его все еще пытаются убить, ребят. Но он тестил лимиты. Тестил лимиты сейчас. Бин. Он проверял, сколько он может еще танковать. Камбэкнула команда Джинджи игру. Двадцать пятая минута. Счет равный по золоту. Счет равный по драконам. Но время работает не на них. У них есть еще минут десять. И после этого они никогда в жизни больше не убьют Зюна и Ксанты. Единственное, кого они смогут убивать, это Елька. И то, если будет ошибаться, там Кенч. Потому что Ника тоже будет уже жени к тому моменту. И там-то и начнется развал схождения их драфта. Почему Вай забирала этот килл? Им нужно темп сохранять. Им нужны киллы на тех игроках, которые могут закерить. Девка уже уходила. Видели, она уже там пошла билеты. Пошла уже чемоданы собирать, билеты покупать игрокам. Хотя они все корейцы, так что они могли дома там оставаться. Но, возможно, не все с Пусана. Чемпионат у нас... Эта часть турнира идет в Пусане, в городе Пусан. Вдруг вернулась. По драконам, да, Кианический у нас поет через две минуты. И на шорт через две минуты. Он охраняет Елька. Проглот нужен. Не достает! Отключает! Но Елька тупо... Ой, этот флэш был. Зюм промахивается комбой, но он сейчас прикрывает Човья. Битва продолжается. Акали пытается добраться. Ух, какой проказ жесткий. Якао, флэш, подкидывание. Отсуправится по трем игрокам. Но никто не подключается к этому сражению. Джин-джи! Они комбэкают! Они реально комбэкают. Вай дала ульту по Тамкенчу. Который должен был проглатывать Ашу. В итоге Ашу не успевает проглотить. Аша теряет все здоровье. И дальше из-за того, что у них нет одного игрока, по сути. И Тамкенчу еще потеряли. То есть двух уже игроков. Просто добивает. И Ника с флэша сделала врыв. Это было неправильно. Я считаю. Якао, надо было все же оставаться на той ульте, которую он первую нажал. Без врыва дальше. Потому что некому наносить урон будет. Даже если бы он подкинул там всю команду, это ничего бы не дало. Надо убить было первого игрока. Ну вот он, видите? От флэш. Убийство. Джарван Камбу фейлит. Аша фейлит ульту. Два фейла подряд. И вот здесь вот Ника. Вот тут нажал, вот тут и надо было оставаться. Идея была, ну, неплохая. Типа попаду по четырем игрокам, но ее увидели. Ой, чё, Вика поймали. Пытается закайтить. Еще один кайт дальше. Вай подходит. Ой-ой, там кетч подкидывание. Вай ловят! Вай ловят! Надо уходить! Вай через флэш уходит. Но бин! Он гонится за пенатом. Пенат уходит все же живым. А шо у нас по потерям? Ничего не будет там. Минуту до объектов. Так что это просто была потеря флэша пената и потеря флэша чови. Хотя чё и так было без флэша, да. Так что это ни на что не повлияло. Три тысячи. Время работает на биликов. Но им сейчас страшно, потому что елька без флэша и они увидели комбу, которую я, кстати, не увидел. Мог уже тоже ее прокомментировать несколько раз. Что и вправду. Зачем Вай давать ульту в Ашу? Им лучше просто давать ульта Рамбла в Ашу. И Вай в этот момент дает по Тамкенчу прокаст. Тамкенч никуда не уходит. Рел вместе с ним этого Тамкенча убивает, снимая с него щит. Потому что Рел снимает щит. А Аша умирает просто от Рамбла. И получается, что Тамкенч здесь очень слабый в этом драфте. Ягао. Рутит. Ух, как много урона. Он копии миньона был сейчас. Джинджи. Инициация. Рамбл дает ульту, но там проглотили. Ягао выдал ульту хорошую с подкидыванием. Бин живой. Че, пытается добраться. Схватит ли урона Чови. Ай, как больно там. Бин живой. Его не убить. Он просто танкует, убивает всех. Ну, а Калия все же зарабатывает убийство. Они развалились. Подождите, они развалились. Там просто эта гребанная веб-камера появилась, которая не давала мне сориентироваться, кто остался-то в живых. Я по миникарте-то иногда ориентируюсь. Они же все как тараканы разбежали. Джинджи выиграли сражение. Они реально победили, да? А они закончить не смогут, да? Они решили, что ингибитор забирать не смысла. Лучше забрать на Шора. Потому что потом еще будет дракон. Можно перемотать? Я хочу повтор посмотреть. Вот мы веб-камеру на полэкрана появились. Рел. Хоп. Ягао выдает ульту. И сразу шот. Я думал, он в Жоне ушел. Он умер. Бин наносит урон. И Калиста бьет подкидывание от Делайта. И Ашу убивают. Все. Вот теперь я все понял. Вот теперь я все понял. Да, и остался, по сути, Зюн. Вместе с Бином. И Бина все же таки добили. А, ну сейчас нам опять повторят пока что. Вай еще хорошо сыграла. Сразу же за Оно зацепилась. Хотя, не. Вай нехорошо сыграла. Ее убили, она даже не нажала. То есть Вай еще могла ЭР нажать. Вот здесь, когда у Дорана осталось мало здоровья, я думал, все это ГГ. Они двое отфлэшились. И Делайт отфлэшился, и Доран отфлэшился. Эти киллы, кстати, сильно могли сейчас зарешать. Да, что-то вообще не в своей тарелке пенат. Он сделал флэш кью, дал подкидывание, а после этого не смог ЭР нажать. На шурбаф у команды Джинджи. Дракона они забирают. Он напоминает, что лейт у команды Билликов. Но до лейта еще добраться теперь надо. Тридцатая минута. Отставание 6000. И душа дракона в одном шаге для Джинджи. Джинджи очень крепенько сейчас закрепились на позиции победы в этой партии. Билликам нужно найти тимфайт. Либо ждать 4 минуты и давать битву за душу дракона. И там искать тимфайт. Либо сейчас искать, пока у оппонентов нет самонежспелов. Бин перекидывание выдал. Ульташи! А где Азюн-то? Азюна нет. Все это делали без Зюна. Инициация. Подкидывание. Да, Рамбла убили. И Зюн. Зюн, вот он здесь пришел. Только он что-то не может сообразить, что ему делать. Что делает? Что за тильт вообще, дружище? Ребята, это чемпионат мира. Это лучшая команда в этом чемпионате мира. Джарван фейлет Камбу. Я начинаю догадываться, что он хотел сделать. Он хотел дать Камбу в сторону Калисты. Чтобы начать зонить Калисту от Ренаты. О, Ренаты всех чемпионов назвал. От Рел. Чтобы она не смогла его ультануть. Ну, типа такого. Но она может все равно подойти ультануть и выпрыгнуть из ульты Джарвана, если что. То есть, в этом не было никакого смысла. Ему надо было просто давать Камбу еще здесь. Пока он рядом находился. А не пока уже Рел убежала за 20 километров. Максимальный тильт у всех команд. Сейчас тресс у Беликов. Вы понимаете, что они лидировали 2-0 в серии. Причем громили оппонентов без шансов. Но те как-то на волевых отыграли третью игру. На волевых просто спасли игру четвертую. Именно что уже спасли. Сейчас у них все хорошо. Я бы отдал им 80% на 20. Им нужно просто забрать... Это клон, да. Клоны не сбивается рекол у клонов. Забрать дракона через 2,5 минуты. И душа дракона исправит им лейт. То есть у Джинджи им даже не нужен нашор сейчас. На самом деле нашору можно даже разменивать на эту душу. Океаническая душа дракона для команды Джинджи будет гораздо эффективнее, чем нашору у команды Беликов. Их чемпионы начнут снова работать. Да, они будут все еще не убивать Бина. Они все еще будут мучиться об Джарвана. Но они, по крайней мере, не будут шотаться больше. А Калли сможет хорошо там посустениться. Каллиста сможет посустениться. У него каждая автоатака будет лечить гораздо больше, чем сейчас. А оппонентам, обратите внимание, нет резалок отхилы ни у кого. То есть придется Беликам еще один предмет покупать чуть ли не каждому игроку. Им нужно будет срочно резалку отхила брать. Иначе они просто через хил, через лечение, которое Джинджи будет получать за счет океанической души, не смогут пробиваться. Но Белики могут тоже умнее поступить. Они могут принять факт, что они отдают душу дракона и сейчас уже следующими предметами покупать резалку отхила. То есть Бин уже собирает торнмейл. Ника от Ягао тоже уже собирает себе Порифаер. Или как он там называется? Порифаер, по-моему. И все будет как бы хорошо. Ну да, вы отдадите все равно душу дракону, но заберете за это Нашора. С этим Нашором вы вернетесь по золоту, выровняетесь с оппонентами. Ну и в лейте просто будете примерно равны друг другу. Может чуть-чуть слабее будут Белики. Но на данный момент, если вот мы так перейдем, вот с такими предметами на лейте, то Белики вообще без шанса проиграет лейт. Они просто будут убивать Калисто, а Калисто с автоатак будет лечиться. Просто Аше этот предмет собирать нельзя. Там Кинчу этот предмет собирать нельзя. Джарван, Гардиан Энджел и Мид. Может следующим предметом на самом деле собрать резалку отхила? Он может позволить себе такое. И у него АОЕшка очень хорошая. Его заклинания будут как раз таки на всех накидывать кровотечение. Точнее кровотечение, как этот эффект называется там. Рваных ран. Просто в русской версии какой-то странный. Изюн даже в красный баф не может попасть в комбой. У него реально что-то поплыло. Руки трясутся у Изюна. Смайт война. Да, они обе команды... Короче, Белики говорят, нет, мы будем играть за душу дракона. Они заняли позицию. Видят пената. Зонят пената, хотят побить ему лицо. А там Чови спине. Опять Чови их флангует. Вот и Елька делает за инициация. Аша проглатывается. Стан. В Елька идет еще один прокаст. И Ягао рядом. Хорошее подкидывание. Аша все еще живет. Отслышивается. Но ее убивает четвером. Команда. Но там еще Зюн жив. Зюн и Бин живы. Зюн отходит. Нет, они все погибли. У них не хватило. Не хватило от Ягао урона. Ягао вторым убили. Ну, такое. Ашу как-то слишком часто ловили, мне кажется. Что делает пенат? Пенат. Он делает соло-бала. Говорят. Сюда на. 2-2, ребят. Продолжаем смотреть эту серию. У Гардин Энджела сейчас преимущество были. Гардинки и Жоньки. Жони не было у Ника еще. Она вот только сейчас ее купила. Гардин Энджел не было у Аши. Представьте, если бы у него Гардин Энджел был. Все бы по-другому вообще закончилось. А не как раз вот это вот отставание 7000. Ну что, 2-2. Такое впечатление, что и вправду зрители. Райты зашли. В перерыве. Ко всем командам. И сказали. Так, у нас тут, короче, вчера серия была 0-3. Зрители недовольны. Букмекеры недовольны. Все недовольны. Надо сегодня играть 2-2, пацаны. Короче, по сценарию. Сначала отдавайте игру просто так. Потом на волевых отыгрываетесь. Пятую игру уже играйте по-честному. Кто выиграет, тот выиграет. Best of 1. Оно как бы Best of 1.